Царство растений Здравствуйте, мои дорогие умники и умницы! Сегодня я расскажу вам про ель. Ель – это хвойное, вечно зелёное растение. На мохнатых колких лапах ёлка в дом приносит запах. Запах хвои разогретый, запах свежести и ветра, и заснеженного леса, и чуть слышный запах лета. Главная особенность хвойных деревьев – это листья иголочки. Каждая иголочка на дереве находится несколько лет, пока не опадёт и на её месте не появится новая. Верхушка ели всегда острая, она никогда не притупляется. Зимой и летом – одним цветом. Так говорят, потому что у ёлки вместо листьев – иголочки, и они всегда зелёные. При хороших условиях средняя продолжительность жизни дерева составляет 150-200 лет. Посадки ельников в парках и скверах способствуют очищению воздуха от ядовитых веществ, пыли и грязи. Ель – самое древнее лекарственное дерево в русском лесу. Воздух в еловом лесу чистый, пахнет хвой и смолой. Прогулки по зелёному лесу очень полезны для здоровья. Лечебные свойства ели помогают укрепить иммунитет, снять усталость и улучшают сон и дыхание. Растёт ель в тени. Дерево не очень любит солнце. Молодые ёлочки часто получают солнечные ожоги на открытых местах. Ёлка плохо переносит засуху. Ель – дерево хладостойкое, не боится морозов и плохо растёт в южных регионах, где слишком жаркое и долгое лето. Под еловыми лапами растут густые заросли черники, брусники, кислицы, папоротники, кукушкин лён. Семена ели созревают осенью, обычно в октябре, но до февраля они остаются в плотно закрытых шишках. Высыпаются семена только в конце зимы. Шишки раскрываются и семена выпадают из них. Созревшие семена, выпавшие из шишек, разносятся ветром, птицами и млекопитающими. И в скором времени на том месте, куда упала семечка, вырастет маленькая ёлочка. Ребята, а сейчас загадка. Листьев нет, на ней есть хвоя. И зимой, и в летнем зное, весела и зелена, шишек длинненьких полна. Это ель. Ели – важный зимний корм грызунов и белок, которые делают запасы на зиму. Ель играет важную роль в лесном хозяйстве России. Ее легкая и мягкая древесина применяется в строительстве, столярном и мебельном производстве. Является лучшим сырьем для производства бумаги. Из нее делают музыкальные инструменты, скрипки, пианино, контрабасы. Из древесины ели делают телеграфные столбы и железнодорожные шпалы. Пушистая нарядная елочка является и главным украшением новогодних праздников. Около елки раздают новогодние подарки, водят хороводы и фотографируются. Очень давно, в Новый год, ели украшали яблоками, орехами, конфетами и фруктами. А обычай украшать ель шарами появился из-за неурожая яблок. Поэтому стеклодувы изготовили шары, которыми с тех пор и украшают елочки. Сегодня вы узнали про елочку-красавицу. А я говорю вам до свидания и с нетерпением буду ждать нашей новой встречи.